аааа это да, там некая дорожка, там где шикарные платья, не была, не была сводите меня оттуда ХаюOur Яна не стоит на месте, да, Яна как бы свободная птичка, да, Забавно что мы так все время встречаемся Рыбятулечки мои, всем приветики всем добро пожаловать на моё канал, интересненький Сегодня мы будем играть в игру называется она love and dressed Зачем жаловаться? В принципе, ничего не произошло. Напротив, Яна, кое-что произошло. Ты несколько раз повторила, что не хочешь, чтобы он прикасался к тебе, но он тебя не слушал. А я что-то потеряла, что-то я профукала. Этот парень тебя раздевал, Яна. Он, очевидно, пересек черту. Что? Нет. Что, если я скажу, что знаю человека, который это сделал? Что это, может быть, испортит его карьеру? В какое-то мгновение Стивен остается невозмутимым. Не говори мне, что это был Аарон. Нет-нет, забудь, что я сказала. Послушай, Яна, человеку, который такое делает, будь он миллиардарем или одиноким родителем с тремя детьми на Инжи... На Иждивении. Нет оправданий. Не имеет значения, если обвинение разрушит его жизнь или карьеру. Он напал на тебя. Он должен понести наказание. Подумай обо всех девушках, у которых нет очаровательного принца, который может их спасти в следующий раз. Когда этот принц захочет запрыгнуть на очевидную пригла... Я не знаю, честные дикцы, короче. Дикца ушла из чата. Приглянувшуюся цыпочку. Цыпочку, капец какой-то. Кажется, ты приняла эту историю очень близко к сердцу. Скажем так, эту подругу не просто преследовали. Он отводит взгляд. Яна, Люк, пожимает мне руку. Забавно, что мы так все время встречаемся. Это правда. К моему удовольствию я должен сказать. А что, если мы перестанем встречаться? Позволь мне угостить тебя напитком. За мой счет. Ну, если это за твой счет, то вообще без проблем, братан. Да, ей нужно выпить, чтобы поменять свое мнение. Мне нужно вернуться. Обслуга закончила свою работу. Обслуга. Обслуга, может? Ну, короче. Здесь такой, знаете, перевод очень фиговый. Прям, ну, типа, он не переводит прям вот. Они переводят прям в точь-в-точь. То есть, они не как бы не переводят так, знаете, чтобы иметь смысл фразы. Они как-то, знаете, так очень странно переводят. Я в фокусе? Я в фокусе. Прекрасно. Это прекрасно. Стивен подмигает мне и дружелюбно хлопает по плечу. Не забывай, что ты не обязана ничего делать. На всякий случай не упусти возможность сойтись с хорошим парнем, если Аарон окажется настоящим кретином. Если окажется, да? Если бы, если бы. У меня не было времени что-то возразить. Люк уже поставил передо мной бокал вина. Я не люблю вино. Я шампусик. Максимум шампусик. Для меня это прям... Тебе нужно выпить. Был тяжелый день? Да, в какой-то мере. На меня напали. Что? Что ты имеешь в виду? Я частично рассказываю ему о произошедшем. Он в ярости. Наконец-то адекватная реакция. Это добавляет ему очков. Очки тебе. Плюс пять очков тебе. Мой телефон звонит. Я не хочу перерывать его. Но я смотрю на экран. Никогда не знаешь наверняка, кто это может быть. Это Аарон. Алло. Мы должны поговорить. Ты можешь вернуться в отель? Я как бы тут пью немножечко. Знаете, так чуточку. Да, я пойду домой. Но прямо сейчас я слишком раздражена. Я бы лучше провела какое-то время с Люком. Яна не стоит на месте. Яна как бы свободная птичка. Что хочет, то и делает. Как говорится. Яна, ты все еще здесь? А что такое? Что ты хочешь от меня? Я сейчас пью. Напишу, когда буду в гостинице. Да. Не мешай мне. Ну, типа, я здесь устраиваю свою личную жизнь. Если ты не хочешь отношений, ну, я с другим каким-то заведу. Такой интересный он. Люк ухмеляется. Я колду трубку. Я прячу телефон и делаю глоток винка. Винва, да? Винца. Ох, глоточек так пошел хорошо. Просто отличный. Ты разбираешься в винах? Да, это одно из моих страстных увлечений. Всегда ищу незнакомые вина, чтобы добавить в свою коллекцию. О, прикольно. У тебя есть винный погреб? Ты живешь в доме? В Нью-Йорке? Нет, в квартире. Но есть специальные винные погреба, рассчитанные для квартир. Выглядит, как шикарные картонные коробки. Шикарные, правда? Знаете, картонные коробки, знаете, обитые золотом, я не знаю. Интересно. Знаете, ой, у меня, наверное, знаете, когда-то очень такая красивая коллекция вин. Вообще, знаете, я... И, знаете, есть реально такие люди, которые, они, типа, коллекционируют вины, но они их не пьют. Ну, то есть, типа, они просто их коллекционируют. А, знаете, вот если сейчас, например, да, купить какое-то вино в магазине, да, и потом через 30 лет его продать, то он будет стоить вообще бешеных бабок. Это бизнес. Такой, знаете, чуть долговременный, но бизнес. Прости, что утомляю тебя своими историями. Вовсе нет. Это невероятно, что ты находишь время для своих увлечений. С твоей-то работой. Именно, очень важно им уметь отделять работу от других занятий. Что еще тебе нравится? Я большой поклонник оперы и танцев. Ну, опера это как-то не мое, ну, типа, классика, все такое, не люблю. Я люблю, знаете, такой попчик, там, знаете, все такое, ля-ля-ля-ля-та-па-ля. Классика, в конце концов, как и красное вино. Красное вино, опера, хирургия, я поняла. Я поняла или я поняла? Звучит как описание типичного богатого мужчины, не так ли? Ха-ха-ха. Я еще работаю волонтером по праздникам совместно с Popular Aid, но мне кажется, это звучит тоже стереотипно. И правда, но впечатляюще. Может быть, немного чарующе тоже. Самое малость, да. Он улыбается мне и снова наполняет свой бокал. У тебя находится время для каких-то спортивных активностей с твоими расписаниями. Я пытаюсь находить время каждый день для занятия йогой. Ага, да-да-да, знаете, я слишком ленивый человек, чтобы что-то делать. Потому что, знаете, вот это, пока снимешь видео, пока его смонтируешь, пока реально не хватает времени. А еще работы, знаете, ну, все такое, знаете. Жалуюсь, жалуюсь я. Вот, ну, реально, ну, мне вообще не хватает времени, чтобы, знаете, как-то пойти спортиком позаниматься. Не, ну, конечно же, можно, знаете, типа выйти куда-то там погулять, там, заняться спортом, там, пойти там в какой-то парк, все такое. Ну, мне реально очень лень. Я ленивый человек, я знаю. Это очень важно, иметь время расслабиться, спокойно, спокойно вдохнуть. Мне нравится йога. Я в ней ничего не понимаю, но мне нравится сама идея. У тебя в любом случае нет на это времени, если честно. Даже не допила свой бокал вина, мне нужно думать о возвращении обратно. Но даже если я не хочу преуменьшать серьезность нашей ссоры с Аароном, я уж точно не хочу ничего ухудшить. Ну, знаете, как-то, ну, не знаю, типа Аарон, знаете, он такой очень эмоциональный чувак, знаете, такой очень эмоциональный, очень такой, знаете, вспыльчивый, сказала. Ну, я, в принципе, тоже вспыльчивая. Прям парочка сошлась так. Я надеюсь, ты не против, Яна, но мне нужно потихонечку собираться. Это хорошо, я собираюсь сказать тебе то же самое. Я даже рада, что он не предлагает мне зайти к нему домой. Это оказалось от того, что он серьезен. Или хотя бы, что он меня уважает. Он понял, что сейчас не время играть со мной в игры. Мне нужно проснуться очень рада, меня ждет серьезная операция. Без проблем, я все понимаю. У тебя есть мой номер. Звони, когда будешь снова в Нью-Йорке. Так и сделаем. Хорошего вечера и спасибо за вино. Спасибо, спасибо, моя хорошая, моя хорошая. Мое удовольствие. Он уже направляется к выходу, но в последний момент останавливается. Кстати, я вот только сейчас подумал, ты когда-нибудь была на Мэтт Галла? Это да, там где ковровые дорожки, там где шикарные платья. Не была, не была, сводите меня туда. Да, нет, а что? Просто интересуюсь. До встречи, спокойной ночи. Он меня, похоже, знаете, пригласит на Мэтт Галла. Хотя, что там делает этот хирург детский? Странно, знаете, как-то. Ну, не знаю, короче, посмотрим, посмотрим. Я надеюсь, что меня пригласит. Да, это, она какая-то красивенькая плачка. Такой, махтаться такая буду, знаете. Я улыбаюсь перед тем, как вызвать такси в гостиницу. Я стучу в дверь номера. Мне немного страшно. Я надеюсь, Арен извинится. Даже несмотря на то, что он официально не является моим парнем, я не могу представить, что буду встречаться с кем-то, кто не видит ничего плохого в том поведении, в таком поведении. Я не прошу, чтобы он присоединился к клубу женщин, но проявить хоть немного понимания, это очень важно. Пожалуйста, заходи. Что-то, может быть, знаете, такой очень, такой, грустный какой-то, не знаю. Как обычно, выражение его лица невозможно прочитать. В любом случае, я заметила, что он меня не поцеловал. Ну и до свидания, пошла себе. У меня там это, у меня там пацанчик ждет меня, ну, не ждет у него операции, но, короче, он меня завтра будет ждать. Ты хотел поговорить? Да, я был удивлена, что ты не набрала меня раньше, так как, так, знаете, я птица вольно, что хочу, то и делаю. И в то же время я понимаю, что отреагировал слишком агрессивно. Самую малость, да? Он присаживается на кровать и двигается, чтобы освободить место для меня. Я продолжаю стоять. Я тебя раздражаю, да? Немного, Арен, дело в том, что ничего не говори, я вел себя как идиот. Ты действительно думаешь так, как ты сказал, что это моя вина? Вовсе нет. И чувствую себя намного легче. Сажусь рядом и поглаживаю его бедро. Поглаживаю? Зачем? Я сказала это, потому что я был зол. Я могу убить его. В моей голове смешалось слишком много эмоций, когда я увидела его в твоей спальне. И изливать злость на тебе, это очень и очень глупо. Ну, знаете, радует то, что он не глупый. Он, знаете, чуть думает, знаете. Но мне, если честно, было обидно. Хотя я все переплутала, что куда и зачем. Да, вот это вот Макс, точно, точно. Я, знаете, я уже только вот эти видео снимаю с этим, что я иногда запутываюсь, что куда было. Вот, вот в прошлой серии, знаете, у нас этот, у нас Макс, он как бы, короче, пробрался в нашу комнату и нас чуть не того. Ну, сами понимаете, да. Не очень. Я тоже становлюсь раздражительной, когда нервничаю. Он обхватывает мои плечи и прижимает меня к груди. Зарывается носом в мои волосы и шепчет на ухо. К тому же мне нравится твой фемистический настрой. Я заливаюсь смехом. Он смотрит мне в глаза. Кажется, он рад, что я смеюсь. Какие у тебя намерения? К тебе? Пока не знаю. Хочешь, чтобы я с ним поговорила? Поговорила? Он переводит так, конечно, очень плохо. Что ты скажешь ему? Дай ему четко понять, какой он кусок говна. Это соблазняющий, но я не хочу, чтобы тебя уволили из-за меня. Ну, это мило, что ты предложил. Мы должны что-то сделать. Я намереваюсь отправить в жалобу. Ты думаешь, что... Пожалуйста, не пойми меня неправильно. Пожалуй, то, что я говорю, это бред, но он ведь на самом деле тебя не изнасиловал. Так, я понял, что я очень плохо знаю закон. Если честно, я тоже. Это есть какой-то номер, куда ты можешь позвонить, чтобы уточнить это. Ты прав, я сделаю это, когда мы вернемся в Париж. В любом случае, если ты не подожжал, то я это сделаю. Он за тебя, да? Не, ну молодец, ладно. Он, знаете, он оправдывается все такое. Ну, ладно, я его, может быть, когда-то прощу. Ну, подумай, подумай. Знаете, я же женщина, да, у меня меняется настроение. Знаете, я, может, хочу, а потом уже не хочу. Знаете, ну так, я подумаю. Знаете, вот такая я, знаете. Я больше не собираюсь работать на этого парня. Ни за что. Звонит на телефон. Это Жак. Совсем не вовремя. Алло, это это, это Джо Хаджер. Какой Джак? Яна, Стивен только что сказал мне. Ты в порядке? Почему ты не позвонила мне? Я не собиралась поздить твою вечеринку в честь обручения. По таким вопросам ты можешь звонить мне в любое время. Блин, я пропустила. Это гениально. Спасибо, Джо, ты лучшая. Ты действительно должна была позвонить мне раньше. Что ты делаешь сейчас? Ты одна хочешь, чтобы я заскочила? Я могу быть у тебя через 10 минут. Я мечтала о такой подруге долгое время. Ааа, так мило. Я с Аароном. Ааа, я поняла. Я отвлекаю тебя. Ой, подруга. Ха-ха, до завтра, Джо. Я кололу трубку. Аарон воспросительно поднимает бровь. Завтра у меня встреча с адвокатом, чтобы отправить жалобу. Отлично. Он крепко меня обнимает. Я буду уходить с тобой, все будет в порядке. Да, конечно, я пойду в свой номер, прямиком в кровать. Я тебя проведу. Он целует меня в лоб. О, как мило. Пошли, я опаздываю на ужин. Мои родители ждут меня. Твои родители живут в Нью-Йорке? Ага. У меня идея. Что, если ты останешься здесь? Мне нравится идея найти тебя в моей кровати по возвращению домой. Ага, размечтался. Почему бы не... Яна, Яна, что ты делаешь? Я не могу с ней. Хорошо. Мне будет спокойнее, если ты здесь. Он целует меня и исчезает. Ой, Яна, все, девка, эта девка потерялась. Все, все пошла. Несмотря на то, что гостиничный номер, это просто спальня, я чувствую себя странно в спальне Аарона. Понимаю, что чувствую себя не так комфортно, как мне представлялось. Адреналин рассосался. Я только начинаю понимать, что произошло. На ровном месте мои глаза наполняются слезами. Я собираюсь позвонить Джо. Как внезапно экран моего телефона начинает светиться. Тебе нравится платье? Какое платье? Ну, что бы мне понравилось еще больше, так это, если бы ты прекратил бы эту маленькую игру. Ну, да, как бы, типа, ну, типа, чувак, блин, отстань от меня. Вы понимаете, представьте. Возможно, когда-нибудь я так и сделаю, но не сейчас. У меня для тебя новое задание. Найди способ попасть в номер 407. При кроватном столике ты найдешь конверт. Я хочу, чтобы ты взяла его с собой в Париж. Рыбитонечки, если не хотите пропустить серию следующую, очень интересно, что там будет с Жаком, что он нам скажет, как мы проберемся в номер какой-то вообще чужой. Короче, если не хотите пропустить, обязательно жмякайте там все кнопочки внизу. И увидимся мы, конечно же, в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok